Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством известных художников, художник эпохи Ренессанса и Копа дель Силайло, Италия. Если верить в Азаре, Силайло учился вместе с Боттичелли у Фра Филиппа Липпи. Боттичелли оказал значительное влияние на творчество ученика. Как написано в Википедии, а я пользуюсь ей, о жизни Силайло известно немного. В 1460 году он вступил во флорентийское братство святого Луки. Работал в одной из мастерской с Филиппа Ди Джулиано. Самое раннее из известных произведений его датируется концом 1477 года. Это две панели, находящиеся во флорентийской церкви Санта-Лучия де Маньоли, которые изображают Марию и Ангела, несущие благую весть. Силайло занимался реставрацией картин предположительной кисти Петро Лоренцетти. Для церкви Сан-Фридиана Силайло написал два алтарных образа. В пьете знаменитое влияние Кирландая. Она впервые упоминается в документах 1483 года при жизни автора. Осталось незаконченной. Завершал ее написание Арканджело, сын Якопа. Большинство произведений Силайло – религиозные картины, на каждой из которых представлен какой-либо один христианский персонаж. Чаще всего святые Иероним или Иоанн Креститель. Кроме того, ряд работ художников являет собой украшение так называемых кассоны. Это специальные сундуки, которые являются символом заключения брачного союза и будущего материального благополучия новой семьи. Такие кессоны было принято торжественно наносить по улицам в ходе свадебного шествия к дому невесты. В целом творчество Силайло электично и несколько подражательно, но при этом в нем все же чувствуется баяние личности и мастерства самого автора. Не во всех картинах с авторства Силайло можно установить с полной достоверностью. Ряд работ, разное время приписываемые этому художнику, возможно, принадлежали к кисти других последователей Боттичелли Липи и Герландаев, среди которых его сын Арканджело. Ну вот примерно все, что я нашел в Википедии о художнике эпохи Ренессанса и окопа Дель Силайло. Пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok